А теперь наша традиционная рубрика СНГ-реклама. Жила-была одна страна, и решила она сделать себе рекламу. Но не простую, а очень простую. Вот такую. СНГ. Это не сон, и даже не сон, это страшный сон. Если вы живете в СНГ, у вас будут вот такие зубы. СНГ-реклама Итак... Продолжаем наше дизайн. Обычно мужчины вручают подарки женщинам именно восьмого года. Однако некоторые наиболее предусмотрительные делают это заранее. В этом смысле наиболее предусмотрительным можно смело назвать Михаила Михайловича Жваневского. Который разно всегда сделал женщинам прекрасный подарок еще 6 марта, родившись именно в этот день. Ну а у нас сегодня есть возможность показать вам уникальные кадры 30-летней давности, которые, мы надеемся, будут подарком не только женщинам 8 марта, но и Михаилу Жваневскому к его дню рождения. Давайте сюда. Куда? Сюда. Зачем? Поговорим. Куда же я все написал? Это вы все списали? Нет. Что нет? Не все. Хорошо. Я вам задам вопрос по курсу. Скажите мне, какие вы знаете электромоторы? Какие? А, и что я знаю? Значит, электромотор бывает разный, конечно. Потому что вот один, например, если есть второй мотор, то что бывает? Что? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Электромотор бывает двух типов. Значит, внутреннего сгорания и самовоспламенением от сжати. Следующий вопрос. Какие вы знаете генераторы? Какие? А, те, что я знаю? Да. Значит, конечно, генераторы бывает разный. Вот, значит, один, например, и второй. Нет, например, и второй. Нет, нет. Я ничего не понимаю. Ничего. Генераторы бывают тоже двух типов. Значит, генераторы и дегенераторы. Конечно, не каждый генератор. Это... Девять слов. Девять слов. Следующий вопрос. Что такое трансформатор? Трансформатор? Да. Значит так. Значит так. Когда на перигзиновочку придем? Завтра или осенью? Давайте осенью. Осенью, да. Осенью, да. Осенью, да. А вот фрукты, овощи. Осенью, да. Значит, осенью. 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 Федор Иванович, то осенью. Продолжаем наш выпуск. Итак, все, что они делают в этом мире, делается ради женщин. Взять хотя бы великие изобретения. Можно предположить, что кино, например, было придумано для того, чтобы пригласить в него девушку. Автомобиль для того, чтобы после кино проводить девушку домой. Ну, а телефон в этом случае, видимо, для того, чтобы позвонить жене и сказать, что ты задерживаешься на работе. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, я в эмансипации, сэр. Вы обратили внимание, что в современном мире мужчина уже зарабатывает столько же, сколько женщина. Увы, сэр. А ведь должен зарабатывать значительно больше. Правильно. Ибо настоящий джентльмен должен содержать не только женщину, но и семью. А что, джентльмены, наши женщины всегда боролись на свой суверенитет. И вот как вы думаете, что было бы сегодня все-таки удалось отделиться от мужчин и создать независимую женскую республику? АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, сэр, это была бы единственная суверенная республика, которая сама бы потребовала звезти туда войска. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот еще одна интересная тема, джентльмены. Женщины за рулем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И нужно сказать, что женщины сегодня буквально вытесняют за рулем мужчин. Но не все, сэр, только самое полное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Известно, что согласно индийской философии, все мы в своей прошлой жизни были кто растением, кто камнем, кто каким-нибудь животным. Следуя этой логике можно предположить, что ныне существующее растение, камень или какое-нибудь животное в своей будущей жизни возможно окажутся людьми. И вот наши ученые, проведя ряд смелых экспериментов, установили, что двухмесячный поросенок Гоша, проживающий в селе Сухие Ключи, с большой вероятностью в будущем станет одним из наших видных государственных деятелей. И вот мы в ключах. Простите, программа Джентльмэн Шоу. Это что, тот самый поросенок Гоша? Ага, тот самый. Так куда же вы его несете? Да, решил продать на ферму. А вы знаете, что это необычный поросенок? Конечно. Вчера ученые приезжали. Сказали вырастет, будет этим, членом парламента. Так что твоего? Вдруг он там на ферме вырастет, а его, как говорится, на сало? Жалко, конечно. Но с другой стороны, от него хоть какая-то польза людям будет. Проблема преступности. Она актуальна сегодня не только у нас, но и в такой благополучной, как это недавно выяснилось, стране, как США. Ужесточение наказания. Вот метод, благодаря которому в одном маленьком американском городке удалось практически полностью решить эту проблему. Мы находимся в окружном суде города Литвурок, штат Айдах. Роджерс Джон Беджамин приговаривается к высшей мере наказания одному году жизни в городе Уступинске Тамбовской области. А сейчас мы беседуем с адвокатом этого несчастного парня. Честно говоря, я все-таки рассчитывал на гуманность Ди Дэвиса. И надеялся, что мой подзащитный отделается просто электрическим втугом. Рабочие Нижнего Тагила перевыкнули план на 30%. Очень интересно. А вот мне интересно, чем отличается Одесский Джерсон от двух, скажем, Нижнего Тагила. Ничем. И тот, и другой Лондона не видел. Пока не видел, сэр. Но если Джерсон воспользуется услугами Одесской фирмы «Примэйс-Пред», то он наверняка убедит не только Лондон, но и Барселону, Венецию, Рим и другие лучшие города Европы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, друзья, и особенно подрузки. Перед вами в доме Алексей Лимонов, который поздравляет вас с 8 марта. Это серьезно. А сейчас наша лучшая, на этот раз 8 марта, кандидатка Аникланов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На 10-м месте специалист в истории партии. С анекдотом о том, что Троцкий еще и потому обижался на Ленина, что вождь его политической проституткой называл, а подарки к 8 марта почему-то не дарил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На 9-м месте профессор филологии. С анекдотом о том, что на самом деле утонул Герасим, а не Муму. Потому что из них двоих только Муму могла рассказать Тургене в эту историю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На 8-м месте голова профессора Дуэля с анекдотом протеста. Категорически возражаю, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Все. На 7-м месте русская пианистка с анекдотом. Встречает как-то Мюллер Штифлица и говорит, знаете, дружище, никак не могу привыкнуть к мысли, что вы русский шпион. А тот ему, а что тут такого, группенфюрер? Вот Ленин, например, немецкий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На 6-м месте крокодил Геннесс, анекдотом размышления. Гляжу на тебя, Чебурашка, и никак не пойду. С чем тебя все-таки поздравлять? С 8-м марта или с 23-м февраля? На 5-м месте историк гражданской рыбе с пикантным олимпиадом.